Здравствуйте, дамы и господа! Мы начинаем новый цикл лекций. Эти лекции посвящены русским городам, в том числе и провинциальным, но сегодня речь пойдет о городе, который при любых обстоятельствах невозможно было бы назвать провинцией, а именно о Пскове. Конечно, Псков удален от столицы, от первопрестольной, весьма значительной, и в древние русские времена он был одним из отдаленнейших русских стольных городов. Конечно, Псков сейчас не столь значительным по населению, во Пскове нет и 200 тысяч жителей, но следует не забывать о том, что в 1510 году, это год присоединения Пскова к московскому государству, население Пскова было многочисленнее населения Москвы, А перед этим, в течение двух с половиной столетий, а фактически большего времени, Псков был столицей одного из самых организованных, одного из самых комфортных, одного из самых устроенных русских государств и, между прочим, одного из самых компактных государств на Руси. Длина Псковской земли около 300 верст, средняя ширина Псковской земли чуть больше 80 верст, один центр, господин Псков, и дальше собственные провинциальные центры, населенные пункты со статусом пригородов. Хочу сразу же расставить точки над «и». В древности термин «пригород» имел другое значение, чем имеет сегодня. Сегодня что такое пригород мы прекрасно знаем, а вот в древности на Руси пригородами назывались населенные пункты городского типа, жители которых не имели права на собственные вещи, то есть они могли быть полноправными гражданами города-метрополии, но не дай им бог попытаться от этого города отделиться. Ну, во Пскове пригороды были не слишком удаленными, потому что сам Псков был центром достаточно компактного государства. Напомню, что статус пригородов имели остров, велье, еще несколько населенных пунктов. Всего было 12 пригородов. В Новгороде, например, статус пригорода имел торжок, статус пригорода имели холмогоры, хотя от холмогоров до Новгорода около полутора тысяч километров. Вот там некоторые пригороды действительно проявляли сепаратизм, но сегодня речь у нас идет о Пскове. Так вот, Псков – это в культурном смысле до сих пор никоим образом не провинциальный город, а один из крупнейших центров древнерусской, вообще русской культуры. Пскова – это колоссальная сокровищница, которая, к сожалению, не всегда и не подробно, не весьма подробно осматривается теми, кто туда прибывает. Хотя Псков достоин целого цикла лекций или хотя бы одной подробной лекции, которой и займемся. Но история Пскова полна легенд, и здесь начинается абсурд с самого момента основания. Сейчас общепринято считать, что Псков основан в 1903 году. И при въезде к городской черту Пскова путешественник считает надпись «Город Псков» впервые упомянут в летописи в 1903 году. Это очень забавное утверждение, потому что оно нисколько не соответствует действительности, тем не менее активно тиражируется на протяжении уже по меньшей мере 70 лет. Что же это за дата такая, 1903 год? А вот в повести временных лет под 1903 годом сказано «Того же лета Паяша Игорь-князь, жену из земли Псковский я». Итак, «Псковская земля» упомянута в повести временных лет в 1903 году. Из этого, стало быть, следует, что Псков уже существовал. Но повесть временных лет редактируется при Владимире Мономахе. Это XII век. Чтобы читателю было понятно, летописец и называет землю, из которой была святая равноапостольная княгиня Ольга в «Девичестве Прекраса» землей Псковской. Абсурдность этого вывода, что если земля названа Псковской, летописцем XIX века, значит, в 1903 году Псков уже существовал, становится очевидным, если мы представим такую ситуацию. Например, какой-нибудь современный историк, чтобы детям, чтобы школьникам было понятнее, напишет «Невская битва произошла в 1240 году на территории Кировского района Ленинградской области». И из этого будут делать вывод, что если так, что Кировск уже существовал. Абсолютный абсурд. Вот здесь точно такой же абсурд, который, между прочим, полностью нивелируется самой историей об основании Пскова. Святая равноапостольная княгиня Ольга была из Кривичей. Это славянское племя, к этому вопросу мы еще вернемся. И ее имя тоже было славянским, и оно это превосходно подтверждает. Ждвали ее в «Девичестве Прекраса». Затем, выйдя замуж за варяжского князя, она действительно принимает имя уже варяжская Ольга, или Хельга, что значит священная. В общем, это вполне в порядке вещей. Затем, как вы помните, у них появляется сын, которого зовут уже по-славянски Святослав, что подтверждает, кстати, славянское происхождение матери, потому что о варяжском происхождении Игоря споров нет. Впоследствии Игорь гибнет в походе на Древлян, и Ольга при юном Святославе остается правительницей Руси. Она осуществляет в начале поход в Константинополь, где принимает святое крещение, почему и становится равноапостольней, что в Ниде в Царстве Небесное от Руси. И вот подходим к основному моменту, так сказать, проблемы. Дальше позвольте процитировать из летописи. Ну, не процитировать, а пересказать близко к тексту. Итак, равнопостольная княгиня Ольга перезимовала, это зима 956-957 годов в Новгороде, а затем поехала к себе на родину. Ее родина хорошо известна, это местечко сейчас называется Выбуты. До этого оно называлось Выбутово, до этого оно называлось Лыбутово, и вот когда Ольга там родилась, оно называлось Лыбуты. То есть Лыбуты, Лыбутово, Выбутово и сейчас Выбутово. Но место то же самое, место божественное, и на следующей лекции мы коснемся псковских пригородов и в Выбутах тоже побываем. Так вот, дальше летописец говорит, что, посетив Выбуты, это в 12 верстах к югу от Пскова, утром в Троицин день она пошла вниз по реке Великой. И в Троицин день 957 года остановилась, супротив впадения речки Плесковы или Псковы в Великую. И чудо великое бысть. Три луча спадоши с небес своими отца и сына и духа святаго, и звон раздался, и глаз дивный рек, что на месте сем град будет, и будет он зело велик и славен. Это история об основании Пскова. И вот тогда, в Троицин день 957 года, Ольга повелевает на этом месте быть городом. Вот тот единственный случай, когда мы в связи с древней русской историей можем точно назвать не только дату рождения города, а даже минуту рождения города, когда солнце поднялось над холмом, который впоследствии будет увенчан кромом. Но все-таки 903 год немножко пораньше. Дата основания города цветорноапостольной княгиней Ольгой не ставилась под сомнение в течение всего имперского периода русской истории. Затем в советский период об основании Пскова не стали говорить, а когда уже в 40-е, даже в 50-е годы стали развивать местный патриотизм, тут эта дата пришлась ко двору. И патриотически настроенные псковские криведы решили, это же подревнее на 54 года. Будем в 903 году. Ну а что касается идеологических оттенков, то понятно, что главный храм троицкий, город основан Святой Ольгой в день Живоначальной Троицы. Ну как же так можно? Так в 903 год. Но естественно утверждали, что вообще-то люди жили здесь гораздо раньше. Конечно, жили, но города не было. Город основала святая равноапостольная книгиня Ольга во имя Живоначальной Троицы в Троицын день 957 года. Вот перед нами замечательный план города. Обратите внимание, здесь написано «флюс великая», то есть мы оказываемся как бы в положении тех, кто пришел с этой стороны, пришел, так сказать, к Риге, поскольку отношения Пскова с этой стороной с Западом были всегда весьма и весьма тонкими. Можно сказать так, не были особенно дружественными, но были иногда не особенно врожденными. Тонкими были всегда. Во-первых, по поводу названия Пскова. Есть масса версий. В свое время в большой моде были финские названия, то есть название должно было иметь какой-то финский корень. Искренне любя финнов, особенно мелкие финские народы, которые когда-то обитали на территориях, в том числе с осенних к Пскову, я со всей ответственности заявляю, что если бы в основе названия Пскова был финский корень, я бы ни в коем случае этого не стал скрывать. Тем более, рядышком живут эстонцы Сету, но по-фински, по-эстонски Псков Пихква. Это название гораздо позже зафиксировано, чем имя Пскова. Совсем другое дело, если мы обратимся к латышскому или немецкому наименованию города. Древнее название Пскова по-русски Плесков. По-латышски Псков до сих пор Плескова, так и надо говорить Плескова, а по-немецки, соответственно, Плескау. В русском языке Плесков, как название родное абсолютно славянское по происхождению, трансформируется во Псков. А вообще говоря, Плес по-древнерусски это место при слиянии двух рек. Вот здесь речка Плескова, она же Пскова, вот это речка Великая, а вот это Плес. Вообще говоря, название Плес, Плесова, Плесковац и так далее, и так далее в славянском мире сплошь рядом. Есть в Болгарии, есть в Хорватии, где их только нет. Это абсолютное славянское название. И то, что сохранилось у соседей Плескау и Плескова, лишний раз доказывает изначальную славянскую природу этого имени. Поэтому здесь все-таки следует настаивать на славянской природе. Что касается первоначальных насильников Пскова. Вот после работ Топорова и Иванова в моде стали балтские языки и там балтские корни. Балтских корней на территории Псковщины много, но кривищи, древние насельники этой земли, все-таки никогда с балтами не ассоциировались. Доказывается, это очень просто. По-латышски, например, Россия до сих пор будет кривее, русский будет кривиш. Например, я говорю по-русски, то есть кривиши ассоциируются именно с восточными славянами. Кривиши или кривищи никогда не ассоциировались ни с одним летто-литовским, ни с одним финским племенем. Так что здесь невозможно спор. Да, конечно, было взаимное общение, но это не отвергает, а скорее подтверждает тезис о том, что кривищи все-таки славяне. Итак, основание Пскова состоялось тогда, когда Русь уже была едина. Здесь хочется отметить, что до этого земля-то не была псковской. И Ольгу взяли не из псковской земли, а взяли из изборской земли, потому что еще за столетия до основания Пскова на изборске княжил мифический Трубр, ну, в общем, один из родственников Рюрика. Изборск находится в местности пересеченной, труднодоступной и удобной для обороны. Псков гораздо менее удобен для обороны, все-таки там большая, раздольная река гораздо более удобен для торговли. Русь была едина, и Ольга могла себе позволить основание крепости здесь при впадении Великой, то есть, наоборот, Псковой в Великую. Сейчас будьте любезны, если вас не... А, простите, простите, совсем забыл поизвинить то, что мне кажется и без того очевидным. Итак, перед нами историческая картина Пскова, исторический план. Псков делится на три исторические части. Вот это, собственно, Великий город, Большой город. Вот это за речкой Псковой. Это очень просто, это за Псковье. А вот за речкой Великой, она не речка, она здоровенная река, находится, разумеется, завилище. Очень хорошо видно, что... А, это штука. Да, 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 это указка. Находится, разумеется, завилище. Обращаю ваше внимание на то, что город постоянно растет от стены к стене. Первоначально он здесь, затем он здесь. Вот эта стена, вот эта стена относится к 1360 году. И вот, внимание, 1398 с поновлением 1466 года. Вот эти стены. Отсюда, от Покровской башни и вот сюда, до Варламовой башни, больше трех километров. Отсюда и до Гремящей горы около двух километров. По древнерусским меркам, по средневековым представлениям, это самый настоящий мегаполис. Ну а сейчас давайте мы перейдем непосредственно от теории к картинам. Отдайте, пожалуйста, панораму первую. Да, 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 спасибо. Вот перед нами сегодняшний вид Псковского крома. Он поражает зрителей. Здесь очень хорошо видны, собственно, кром. Да, по-псковски кром то же самое, что по-новгородски детинец. А в Москве и в других низовых городах это называется Кремлем. Ну, поскольку речь идет о Пскове, мы будем говорить все-таки по-псковски. Тем более слово абсолютно славянское. Есть слово «укромный», есть слово «закрома». Кром – это где укромно, где можно спрятаться и оттенеться. Вот он, псковский кром, а вот дальше уже городские стены. И вот небольшая речка Великая, то есть, простите, опять же, небольшая речка Пскова впадает непосредственно в реку Великую. Вроде бы это цитадель города, и традиционно мы ожидаем увидеть цитадель главный храм, и слава богу, мы здесь его видим. Но Псков – город с большим количеством нетрадиционных сюжетов. Панорама Крома очень сильно изменилась. Вот дайте, пожалуйста, панораму Крома в XIX веке. А, да. Мы видим Кром со стороны берега речки Псковы. Вот купеческие домики. Сейчас, спасибо псковской администрации, эти нижние дома отреставрированы, привезены в порядок. Там одно загляденье – прогуливаться по набережной. Звонится сейчас в реставрации Троицкий собор в совершенно отличном, в лучезарном состоянии. Правда, о Троицком соборе там есть небольшие проблемы, я сегодня еще распространюсь. Вот если вы посмотрите левее, вот видите, маленький, его бы увеличить, очень симпатичный собор. Это работа… Нет, нет, вот этот. А вот этот? Этот Троицкий. А вот… А, нет, нет, это башня. Башня, кстати, интересная. Если вы спросили насчет башни, вдруг забуду сказать. Это Давмонтова башня, про Давмонта я еще буду распространяться. Но башня была очень непрезентабельного вида. И вот, когда во Пскове ожидался Николай II, эту башню решили облагородить. И приехал сюда архитектор Константин Тон, тот самый, и взял в стиле прибалтийских башен, ее, так сказать, и заменил, это 1842 год. Простите, это уже не средние века, хотя, надо сказать, туристам эта башня очень нравится, потому что флажок, потому что как в Таллине. Что касается этого собора, вот он очень неплохо здесь представлен. Он не такой уж древний, но, в конце концов, главный собор Псковского крома, хотя это по году основания древнейшая церковь Псковщины, все-таки Троица. Этот собор далеко не самый древний, он один из самых молодых древнерусских храмов. Он закончен в 1699 году, а это работа архитектора, как я уже говорил, Авраама Мельникова, это 1842 тоже год. Авраам Мельников, кстати сказать, очень хороший мастер. Вот сейчас я так подумал навскидку. А можно еще одну работу Авраама Мельникова показать? Ой, спасибо. Авраам Мельников, собор в Рыбинске. Благовещение Пресвятой Богородицы. Но самое главное, что этот собор был особенно любим и псковским священством, и псковскими прихожанами. Вот если вы были в ненастную пасхальную ночь в Троицком соборе, вы по достоинству оценили его, мягко говоря, комфортность. Нет, в теплый летний день там очень хорошо. Это вот в Рыбинске построил Мельников. Прекрасный мастер. Закончил Петербургскую академию художеств с золотой медалью. А сохранилось, раз-два и общался. Что делать? Все сломали. Верните, пожалуйста, Копскову. Вот это Рыбинск, на берегу Волги. Я помню, там было какое-то учреждение еще в 70-е годы. Сейчас восстановили, народ приходит в полном восторге. Между прочим, мастер действительно очень хороший, занимался у нас. И Монферран на него внимание обратил и говорит, вы ко мне приходите, может быть, мне поможете научиться чему-нибудь. Отличный мастер. Так вот, Благовещенский собор, он гораздо теплее, он гораздо компактнее. В общем, здесь была добрая древняя наша традиция. Праздничный троицкий, а когда большого народа скопления нет, так почему бы не в Благовещенском? И что печально об этом, к сожалению, я не могу умолчать. Покажите, пожалуйста, доску мемориальную на месте собора. Смотрите, сей честный крест Пскова на месте разрушенного в 40-е годы, 20-го столетия Благовещенского собора. И самое главное, все их честный крест. Крест, он всегда должен быть честным. Собор был взорван по распоряжению местной псковской администрации в 1933 году. Писали, что якобы для каких-то стройматериалов нифига, никаких им стройматериалов там не мерещилось, они просто целенаправленно взорвали собор. Самое ужасное, что в 2003 году, то есть именно через 70 лет после взрыва собора, взяли и написали лажу. Просто собор разрушен в 40-е годы. И, естественно, это отсылка к боевым действиям Второй мировой войны. Конечно. Нет, ну говорите, как было. Это очень важно. Извините, что я немножко отвлекся, а сейчас снова поставьте, пожалуйста. Но это важно. Это важно. Потому что правду говорить всегда желательно. Легко и приятно. Как сказал один, правда, отрицательный персонаж. Откройте, пожалуйста, план Пскова. Так вот. Да, да, да. Но вначале план, а потом мирожа будет. Да, да, да. Вот. В отличие от абсолютного большинства русских городов, это Рыбинск, нет, план, план, да-да, абсолютного большинства древнерусских городов, в Обскове главный храм так и не стал образцом для подражания. Первый храм построила еще святая ровно-апостольная княгиня Ольга. Он был деревянным. Он, кстати сказать, простоял довольно долго, до 1130-х годов, хотя некоторые полагают, что еще дольше, до 1170-х. Но в Обскове своего большого каменного собора в центре не было. Здесь много связано с политикой. Дело в том, что сам Владимир, Красное Солнышко, назначил в Обскове первого отдельного князя. То есть первый особливый князь – это Судислав Псковский, младший брат Ярослава Мудрого, который на 20 лет младше Ярослава. Вот когда умер Сислав Тимотораканский и Черниговский, и Ярослав, так сказать, почувствовал, что руки у него развязаны, в 1036 году он приехал в Новгород из Киева, вызвал своего младшего брата Судислава, первого псковского князя, к себе в Новгород. Тот приехал, там Ярослав его арестовал, отправил в Обсков и посадил в нужу в тюрьму. И в Порубе он просидел довольно долго, с 1036 по 1054 год, 18 лет. За это время, говорят, выучил наизусть Евангелие. Его освободили его племянники, самый старший из которых – Изислав. Ну да, на 4 года был старше его. И только взяв с него обещание, что он не будет бороться за княжескую власть. И Судислав это слово немедленно издержал. Он уезжает из Пскова, принимает постриг в Печорском лаборе в Киеве и уезжает на Афон. И на Афоне он живет еще 40 лет. И, может быть, он святой сейчас, но его мощи, к сожалению, не обретены, но вообще его почитают. То есть во Пскове своего князя не было, но он был, прецедент был. Новгород не считал, что Псков должен быть отдельным княжеством. Ну и эти сложные отношения, они закончились в 1136 году, когда новгородцы выгнали от себя князя Всевлада Гавриила. И он не знал, куда ему ехать. И он поехал в Польшу, наняться тамошним князьям. Вообще никто не знает, куда он ехал. На Запад поехал. И тут Псковичи его на погосте луки, это великие луки теперь, встречают и говорят, княжи, новгородцы люди многоумные да великомудрые, ты им плохо, а нам хорош будешь. И он взял и повернулся во Псков. Тут новгородцы поняли, они-то освободились от великокняжеской власти. Отныне все князья принимались на всей воле новгородской. И тут со своей дружиной, небольшая была дружина, 200 мужей, хоробрых, естественно, хоробрых будет писать псковский летописец, въезжает князь во Псков, новгородцы говорят, вы пригород наш, а не стольный город. А те говорят, а мы стольный город со святого Владимира. И вот с тех пор стали говорить душа на волкове сердце, на великой. Епископ был в Новгороде, а во Пскове был свой независимый князь. То есть с 1136 года Псков автономный в пределах новгородской земли. Ну, что касается отношений, они были весьма напряженными. Но вот в Новгород приезжает епископ Нифонт, светлая личность, человек чрезвычайно образованный, с автора Анны Италла, философ, служил в Константинополе, а затем во исправление ненравов дурных на окраине православного мира взял и пожаловал на рост. Тут следует специально отметить, что самые жертвенные сюда ехали, потому что те, которые любили комфорт, оставались в Константинополе. Нифонт приезжает в Новгород, там он блестяще принят, он архиепископ, но Псков тоже его паства. И думая, что псковичи, может быть, не очень свердые в вере, он пребывает во Псков, это 1154 год, и вот здесь, напротив Пскова, речка Мирожа впадает в Великую. И здесь, откройте, пожалуйста, Нифонт строит Спасо-Преображенский, будьте здоровы, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь. Монастырь строится очень быстро. Говорят, Нифонт, отправляясь на Русь, ну и сразу Преображенский собор, можно? Вот-вот-вот, отправляясь на Русь, прихватил с собой строителей. И прихватил с собой художников, которые хотели поехать, потому что труд – это та же молитва. Мало того, что Нифонт возвел этот монастырь, кстати, конфликтов с псковичами не было. Рассказывают, что вначале псковичи не хотели ему давать никакой земли вообще, но слово его было столь причудно, что псковичи, послушав одну его службу, сказали строить монастырь, где сочтешь нужным. Он взял и построил за пределами города. Так вот, очень небольшой Спасо-Преображенский собор был полностью расписан фресками. Закончили расписывать в 1159 году. Так вот, это тот самый храм, с которого берет начало псковский архитектурный стиль. Он особливый. Нигде на Руси такого стиля больше мы не увидим. Он очень интересен именно в смысле внутренне конструктивном. Об этом несколько позже. Ну а что касается живописи, откройте общий вид. Можно еще общий вид собора? Да, совершенно потрясающий. В соборе сохранилось свыше 70% фресок. И это XII век. Они уникальны и в колористическом, и в композиционном плане. Здесь невозможно не упомянуть о чуде. Во время Второй мировой войны, ведь по Великой проходила линия Пантера, там фронт проходил довольно долго, ну как, четыре месяца все-таки. Вот в это окно влетел снаряд советский, между прочим, и упал, то есть не упал, ударил в стену, как раз в сцену сошествия Святого Духа на апостолов. Огромный тяжелый снаряд упал, и совершенно спокойно не разорвался. Да, да, вот. Ну о чем речь? Оттуда и люди еще сомневаются. Да, таких чудес довольно много. Давайте посмотрим отдельно. Да, да, ой, извините, я так увлекся чудом. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание. В храме нет столпов. В обсковских храмах абсолютно нет столпов. Там стена является несущим элементом конструкции. Вот что это были за мастера, сказать трудно, но вот как раз вопрос. В Византии так строили. В районе Пруссия, это местечко Бурса, и еще в районе Тикердага, но это Фракия. Дело в том, что в обскове очень специфические материалы. Все церкви, за исключением 1 XIX века и 1 XX века, там построены из известняка. Из известняка там хоть, в общем, очень много. Да, да, очень много из известняка. Но материал-то хороший, но он очень массивный. И здесь складывается массив стены, и в нем оставляется относительно небольшая арка. То есть, весьма возможно, здесь были мастера из этих уголков Византии. Может быть, так получилось. Давайте посмотрим фрески. Можно следующие фрески? Только известняк. А, если можно, там у нас... А, у вас презентация, да? А вы не могли бы пройти дальше? Я специально оставил кладку. Это церковь Козьмы и Демиана с Примостья. Вот все башни известняковые. Но вот чем... О, да-да, вот, вот, вот. Все церкви из такого материала. Там нет кирпичей. Самое главное, в обскове известняк стоил дешевле дерева. У него обрабатывал дешевле? Да. Нет, просто. Там была технология. Просто тесали, и все. Каменная теса. Он добывается прямо в обскове. Дерево нужно было везти. Потом, дерево все-таки было свезено на какое-то количество верст в окрестностях Пскова. Но дерево у нас употребляется зимой для обогрева. Известняк в самом Пскове. Гора в центре Пскова. Вот вы, кстати, бывали часто во Пскове, в ваш родной город. Помните, там же сплошной известняк? Сплошной. Вот, пожалуйста, все церкви, все псковские палаты, все только известняка. Извините, что я вас побеспокоил. Давайте мы вернемся к фрескам. Что же касается... Очень красиво. Полихромности и композиционности. Они невероятные ирки. И да, вот центральная апсида, они невероятно пластичны. Они вполне соответствуют уровню расцвета византийской живописи. Ведь это все-таки эпоха Мануила Кумнина. Это вот цветение бурное Константинополя. До кризиса уже не так далеко. Через 50 лет Константинополь будет взят крестоносцами. Но пока ничто не предвещает падение. Мы не будем рассматривать отдельные сюжеты. Просто по очереди посмотрим фрески. Вот это Христос Пантократор. Вот это. Остановитесь, пожалуйста. Да-да. Изумительная композиция. Преображение Господня вот в центре. Да-да-да. Вот, собственно, Господь. Вот здесь поверженные апостолы. Тогда будет Царствие Небесное, подобно девяти девам. Потом Евангелисты в парусах. Причем стопроцентное соответствие Канону. Удивительнее же всего, что этот памятник сохранился, несмотря на чудовищные условия существования, которые по временам здесь возникали. Иногда Речка Мирожи выходила из берегов, и тогда в храме было три метра воды. Там до сих пор есть отметки. Иногда, наоборот, храм закрывали и использовали в качестве склада. Был такой в советское время. И было такой в смуту, когда сюда пришли поляки. В общем, этот список можно длить. Ну, очевидно, Господу было угодно сохранить этот. Можно дальше, да, цельный и дальше живописный ансамбль до наших дней. Да, я совсем забыл, что, наверное, нужно карту открыть, потому что мы уже в Анапритическом монастыре оказались. Так вот, да, спасибо. Только что мы побывали на Завеличье, в южной части Пскова. А сейчас оказываемся, наоборот, в северной, как раз напротив Крома, напротив впадения Псковы в Великую. И будьте любезны, если можно, старую фотографию. Она следующая у нас. Да, следующая, старенькая, да. Перед нами очень симпатичная и небольшая обитель. Обитель во имя Рождества Святаго Иоанна Предсечи. Вот в этой обители традиционно хоронили псковских княгинь. Псков так и не стал настоящей монархией. То есть Псков управляла векча, князь приглашался векчем, и княж в городе был третийским судьей, был главнокомандующим, но его власть существовала с массой ограничений. Однако Псков был не столь важный город, как Новгород, поэтому отношения с князьями были более или менее приличные. Считается, что этот монастырь основала святая Ефросинья Псковская, убитая своим супругом, который, к сожалению, от младшего сына Мстислава Владимировича, Мстислава Великого происходит, который, к сожалению, оказавшись в Ливонской земле, якобы увлекся какой-то европейнкой, какой-то немкой. Я не знаю романтической подоплеки этой истории. Во всяком случае, она была убита своим супругом, что очень скверно. Она родственница святой Ефросинии Полоцкой. Вот она покоится в этом монастыре. Но сам факт строительства этого монастыря не приложен. Это один из древнейших монастырей Псковской земли. Откройте, пожалуйста, вот теперьшнюю фотографию. От него мало что осталось, но сохранилось самое ценное. Это очень простой и вместе с тем чрезвычайно интересный храм. Я, возмущенный текстом одного господина, привез с собой цитатку, чтобы с возмущением об этой цитатке распространиться. Дело в том, что очень и очень и очень красивый собор кому-то казался, где святая Евфроксия Псковская, кому-то казался... Вот давайте я прочту. Между прочим, синодальное издание, но это репринт, 1882 год. Иоанновский храм. Справа от входа, против святых ворот монастыря, находится соборный храм, посвященный во имя святого Иоанна Предсечина. Слава Богу, что во Пскове все это издано. Как сказано было ранее, он основан в благоверную евпраксию своею в 1243 году, незадолго до ее кончины. Это действительно 1243 год, сразу должен подчеркнуть. Это не новгородская архитектура и не псковская. Это в чистом виде киевская архитектура. Оттуда приехали мастера. Что здесь псковская, это звонница, но это потом. Так, поэтому возможным являются монастырские акты и документы. Так, так, так. Евпраксия заложила каменный храм, но законченные работы были только в 1247 году. И вот, что пишут тогдашние владельцы монастыря. Иоанновский храм представляет собой вид храмов Древней Руси 13-го столетия, когда еще западное благотворное влияние в архитектуру Руси не проникало. Эти древнерусские постройки отличаются, как известно, отсутствием изящества, но в то же время массивностью и прочностью. Вот такая цитата. Отсутствием изящества. Да, ну что ж, это писал настоятель. Ему, может быть, хотелось колонну какую-нибудь, ну, как в Питере, чтобы вы изящие. Не искусствовед, но зато он все очень подробно написал. Но сейчас-то понятно, что здесь изящество присутствует. Более того, никакие детали здесь не нужны. Здесь сами пропорции настолько совершенны, что захватывает один только вид этого храма. была главная церковь, и вот маленький куполок. Просто было холодно в главном храме, и здесь была теплая церковь. И перед нами, кстати сказать, самый первый образец особой псковской звонницы. Такие звонницы есть только во Пскове. Это псковская находка. Кстати сказать, у нас долго сопротивлялись колокольному звону, говорили, что это латынство. Однако псковичи, живя в частом контакте с ближней Европой, кое-что ценное оттуда взяли. И вот во Пскове появляются аркадные звонницы. Вот это, по-видимому, XIII век. Судьба монастыря, ну, все-таки плащевна. Дело в том, что стену разобрали на строительный материал в 30-е годы. Остатки храмов, хотя там шла реставрация в 40-е и 50-е годы, были снесены в начале 60-х при Хрущеве. Тогда же вот правее монастыря снесли кладбище, и тогда же здесь сделали заасфальтированную стоянку. Это было очень круто, но в 70-м году там начались археологические раскопки. Был обнаружен огромный клад, больше 40 икон из этого собора. Кто-то спрятал под землей. Сейчас они в соборе, слава богу. Были обнаружены разнообразные монеты, истлевшие ассигнации. Ну, очевидно, думали, что удастся раскопать, но ассигнации истлели. Собор в настоящее время полностью действует, и это еще один древнейший памятник архитектуры Пскова, от которого могла бы эта архитектура начаться. Но определяющим стало влияние храма в Сафасо-Преображенского Мерушевского монастыря главного. И вот сейчас давайте мы будем смотреть на отдельные псковские храмы. К Троице мы еще вернемся. Вот, да, спасибо, башня, конечно. Это южный край Пскова, это Покровская башня. Мы уже смотрели план города. Вот это самый юг, самый юг. Рядом насыпь, это даже нельзя сказать, что новодел, но насыпь тоже интересная. После битвы под Нарвой Петр I решил, что шведы пойдут на Псков и приказал насыпать бастионы. Так вот это насыпано в 1700-1701 году, тоже исторический документ. Вот здесь у Покровской башни Псков, надо сказать, башня-то не очень старая, 1466 год, все из известняка. Псков был спасен невероятным чудом. Здесь, недалеко, стоял Стефан Баторий в 1581 году, осаждая Псков со своим полководцем Яном Замойским. Надо сказать, что псковичи были в достаточной мере вооружены. Осаждающих было гораздо больше, но у псковичей все-таки были стены, и никто не знал, самое главное, где поляки атакуют город. Но в Кроме, в Сковском Кремле, жил да был Авва Дорофей, кузнец, который был почти незрячим, пожилым человеком. И вот спал он здесь, спал, и неожиданно явилась к нему Пресвятая Богородица и говорит, давай руку, я приведу тебя туда, где будут поляки. Взяла его за руку, он пошел. Тут его окликнули. Он спрашивает, где я? А говорят, то в Окровской башне. Его узнали, его весь Псков знал. И он тут рассказал, что ему Богородица еще сказала, что надо бы устроить крестный ход со святыми прямо из Псковского Крома, прямо из Троицкого собора, и богослужение, когда будет штурм. И вот штурм начинается. Это как раз на Успение, 29 августа. Идет богослужение, ядра падают в толпе молящихся. Ничего, все молятся, Авва Дорофей молится. А в этот момент поляки, а вернее сказать, литовцы из польского войска, захватывают Покровскую башню. Все причастились, а башня была захвачена. Наших воинов оттуда сбросили. Тогда, решив, что все потеряно, князь Иван Шуйский, командовавший обороной Пскова, бросился в подземелье башни, где находилось 70 пудов пороха, и поджег сено, которым были укрыты мешки. А в башне было несколько сот литовцев. Он выскочил из башни, раздался страшный взрыв, стены выдержали, а деревянная конструкция рухнула вместе с литовцами, и рядом рухнула стена. И Псковичи, помолившись, вышли на вылазку. Вот очень интересно. Башня... Ой, слушайте, я совсем забыл. Можно найти церковь у Пролома. Псков-церковь у Пролома. Башня была Покровская, а случилось чудо в праздник Успения Пресвятой Богородицы. И вот там появилась маленькая церковь Покрова и Успения Пресвятой Богородицы у Пролома. Вы сейчас ее видите, видите, с двумя башенками. Вот такая Покрова и Успения. И между ними классическая Псковская звонница. Надо отметить, что, слава богу, старый крест поставили на место, из музея вернули, и даже про Аввадорофею вот там внизу написали. То есть, давно пора это было сделать. Сейчас это место более или менее посещается. Не то, чтобы церковь, она живет на свой приход, прихода у нее как такового нет, но все равно туристы ее не именуют, слава богу. Да, вернемся к следующей башне. На север от Пскова, вот она, очень хорошее фото. Вот сразу видно, вот южнее Троицкий собор, это башня Варламо-Кутынского. Собственно, рядом Варламовская церковь, и отсюда название башни, естественно, Варламовская. Та Покровская, потому что рядом была Покровская башня. Она такая же мощная, артиллерийская, но все-таки она менее мощная, потому что рядом несколько башен, фланкирующих вход в речку Пскову. Вот эта башня очень долго лежала в совершеннейших руинах. Был я там год назад. Полный блеск, полный восторг. Все полностью восстановлено. Там свои специфические обстоятельства, сейчас сложились во Пскове, они очень хорошо сказываются на восстановлении города. Это очень здорово. Только из известняка, только из аутентичного материала. Там не забалуешь, там и администрация, и все, там есть очень существенный фактор. Там же, простите, Сихон Шевкунов сейчас, митрополитом. Ну, слава Богу. Восстанавливаются храмы отлично. Очень здорово, большой молодец. И покажите, пожалуйста, еще один угол. И вот это треугольник, получается, и вот это самая удаленная точка от реки Великой. Это Гремящая гора. И на ней стоит Гремящая башня. И рядом с башней тоже церковь. Это церковь святых бестеревренников, Казьмы и Демиана с Гремящей горы. Вот по остроумнейшему предположению Михаила Толстого, автора «Цветы недревности Пскова», хотя книжка, она популярная книжка, но очень хорошая, 1861 год, у каждой из ключевых башен была совершенно необходима церковь. Потому что во время осады далеко ходить никак невозможно, а не ходить в церковь, тогда лучше сразу выбросить белый флаг, потому что без Бога никакой защиты не получится. Вот эта Гремящая гора – это самый удаленный от Великой угла Бароновского. Отмечу, что эта церковь тоже из известняка. Это середина XIV века, и здесь есть различные предположения от специфики ее архитектуры, о полном отсутствии практически световых отверстий. Но в Пскове все-таки больше 50 средневековых церквей, и далеко не все. Можно счесть благополучные, хорошо исследованиями. Вот такие архаические исследования, которые сейчас опубликованы, они нуждаются в подтверждениях. Сейчас давайте обратимся к обычным псковским церквям. Поехали. Какая там будет? О, прекрасно! Церковь Святого Василия Великого на горке. У каждой древнерусской церкви своя совершенно неповторимая история. Это довольно старый храм, 414 год, один из старейших во Пскове. Это время, когда Псков был уже совершенно независим от Великого Новгорода. В делах внешнеполитических Псков держал руку Новгорода еще довольно долго, официально до 1343 года. В 1343 году шведы захватили крепость Орешек, что на Неве. И вот тогда новгородцы послали по Псковичей и сказали, пойдите с нами на шведов, вместе одолеем. А Псковичи отвечали новгородцам, что вы нам 10 лет тому сказали, как немец о нас пришел, вы же нам отписали, сами с немцем живете, сами с ним и ведаетесь. Мы же знать не знаем, ведать не ведаем, кто есть шведы. Шведы при вас, вот с ними и ведаетесь. И тогда новгородцы отказались от права суда над Псковичами, то есть признали полную независимость Пскова в политических делах. И вот после этого Псков двинул свою Радь под Орешек, правда, тоже не очень результативно, но потом новгородцы на нервной почве шведов смогли выгнать. Так что этот храм уже независимого Пскова. Он стоит за пределами Крома, он стоит в пределах города XIV века, а построен в 1414 году. С ним связана забавная история. Псков постоянно сражался с ливонскими немцами, что не мешало им постоянно торговать. То есть у них всегда были мирные отношения, за обиду купцу, учиненную и те и другие, в общем, весьма сурово взыскивали, могли его топить. Ну, тем не менее, да. Вот ехали псковские купцы по ливонской земле, и недалеко от города Мариенбург, это нынешняя Алксена, был этот караван ограблен местным рецарем Базильфон Болиным. На него написали. Псков притянул его к ответу. У нас с немцем мир. Тот же извинялся перед своим ливонским правительством, говорил, что взяло богаты были вещи, взяло богаты купцы, и так уж хороши были их зипуны, по-русски говорили, добычи, что мимо не проедешь, что вот, ну, как таких не ограбишь, буквально. Его присудили к выдаче головой во Псков. И он отправился во Псков и повинился перед Псковым и сказал, что загладит свою вину строительством храма. Он стал строить храм. Ну, есть несколько версий, одна из них романтическая, что ему понравилась какая-то псковищка. Он действительно был человеком молодой. Не знаю, кто ему понравился, но во всяком случае, есть версия благочестивая, что строя православный храм, он почувствовал настоящую веру. Может так, я не знаю. Во всяком случае, покуда храм строился, а строился он два года, фон Боль крестился в православии, стал Василием Болиным, церковь свисела во имя Василия Великого и остался жить во Пскове, и его потомки были городовыми боярами, и все было в порядке вещей. Чем эта церковь характерна? Еще. Здесь нет этих самых аркадной звонницы, но вот здесь торчит шатровая звонница. Не очень хорошо она видна, но она видна. Здесь шатровая звонница, московская. Дело в том, что в 1510 году Псков был захвачен Василием Третьим. Нет, ну ничего страшного, Василием Третьим. После торжественного богослужения в Троице Василий Третий приказал выселить наиболее знатные, наиболее активные семьи из Пскова. Было выселено 500 семейств и вселить сюда москвичей. Тогда же у этой церкви была разобрана шатровая звонница, каркадная звонница, и возвезена шатровая по образу и подобию звонниц в московских церквях. Так сказать, поставили часового. Какой футболин? Футболин убрали их? Нет, что касается псковичей, они были расстелены, конечно. О его потомках я конкретно не знаю. Василий Третий. Василий Третий выселил 500 семейств. А куда делись? А куда делись, это вот мы как раз знаем. Кострома, Рыбинск, Кашира, Коломна. В общем, разделяй и властвуй, перемешивали. Вот конкретно семейство Муластвовых в Новгороде, оно было нейтральным, когда Новгород завоевывали. Их особенно не третировали. Их просто целиком взяли, имущество у них отписали, дали в два раза меньше, но они были богатые, дали тоже много, но поселили в Нижний. Тоже в Новгород, но только в Нижний. Разделяй и властвуй, иначе нет. Это было очень важно, чтобы уничтожить уличанскую демократию. Но об этом расскажу еще подробнее. Давайте следующий храм. Что у нас есть? С каждым связано. Да, да! Вот это совершенно потрясающая постройка. Очень крутая. Это церковь богоявления Запсковья. Это вот то счастливое время конца 14-го, первой половины 15-го века, когда Псков и Новгород, но особенно Псков, существовали в состоянии повышенного комфорта. Новгороду было уже похуже, потому что с 1386 года Москва пытается Новгород съесть. Отношения между Псковом и Москвой были, можно сказать, интимные. Во Пскове лучшие нарусикаменщики, самые лучшие. Они строят все время из камня. Именно псковичи построили в Москве белокаменный Кремль для Дмитрия Донского. Именно псковичи. Новгородцы постоянно давили на псковичей. Но дружить лучше через человека. Москва с Псковым была в почти интимных, как я уже сказал, отношениях. В 1462 году отношения Пскова с Москвой принципиально поменялись. Московский великий князь Василий Темный присылает послов Псков и предлагает псковичам принимать князя от руки великого князя московского. В это время, кстати, в Пскове князем-наместником был некто Александр Черторийский, литовец из Польши. У него было 300 бронников, 300 бронных латников и очень, так сказать, высокий боевой дух. Он нравился псковичам. И псковичи сказали Василию, что мы его приняли от себя, ну вот этот князь хорош. А тот им отвечал, коли так, пускай он будет, только чтобы как от меня. Однако Александр Черторийский, поляки есть поляки, говорит, хотя его княжество там было 2 на 1,5 на границе Литвы и Польши, «Я князю великому не подручник, а псковичи уже вспомнят обо мне, как пойдут воронами соколов ловить». Он выехал со своим отрядом, но присылает князя Василия Телепнева Овчину Аболенского, Василий Темный. И вот он как приехал во Псков, он белый и пушистый. В общем, московским князьям псковичи нарадоваться не могли. То есть с 1462 года великий князь московский назначает во Псков князя, а псковская вещь его утверждает. И пока Новгород был независим, Москва как могла ласкала Псков. Каждый новый князь приезжал, раздавал псковичам подарки, допил челову. Так вот, но это 1395-1420 годы. Псков абсолютно спокойно существует. Ливонская конфедерация уже не опасна. Ливонские немцы уже надорвались. У них уже разлад. Потом постепенно начинается движение европейцев на реконкисту. Постепенно открываются дальние страны. То есть в Ливонию все европейские искатели приключений не прутся, а ливонские немцы без импорта, так сказать, военной силой существовать не могут. И Псков начинает, что называется, жреть. И вот во Пскове появляются специальные конструкции ризниц-подзвонницы. Вот это одна из самых красивых. Строили ее три года, не так уж и долго по тем временам. Материал, ну, материал все тот же самый, известняк. И посмотрите, роскошные четыре аркады. Но этот стоит на берегу реки Псковы и выглядит как единый комплекс. Это и есть по существу единый комплекс. Это уличанская церковь, главное – церковь улицы. Это зарок того, что на соседней улице постараются построить церковь получше. Псков делился на концы, шесть концов было, шесть районов, и концы делились на улицы. Давайте еще заглянем в Псковские церкви. Вот чудная церковь. Это церковь святого Николая Мерликийского соусохи. Она относительно поздняя – 1534 год. В 1510 году Псков был захвачен Василием Третьим. Мы не будем касаться драматических событий. В общем, московские дьяки стали управлять Псковом. Василий Третьев, в общем, все сделал правильно. Чтобы московская торговля процветала, нужно было убрать конкурентов. Так вот, отныне, чтобы торговать псковскими продуктами, допустим, в Риге, а псковичи ездили в Ригу, из Риги сюда ездили купцы, можно было торговать. Но товар нужно было привезти в Москву, там поставить таможенную печать, потом ехать в Ригу, там продать, потом в Москву, потом в Псков и продать. Причем разрешали торговать только в Пскове. Замечательно. В результате можно было, конечно, заплатить взятку, и все было бы полегче, но в результате, я процитирую летописство, дьяки были мудры, а город беднел. Все бы было хуже и хуже и хуже, но неожиданно правительство сообразило, что Псков, который был когда-то очень богатым городом, об этом, кстати, рассказывает в своей книге Сидизмун Герберштейн, большой славянофил, путешествовавший по России, как раз после покорения Новгорода и Пскова. Сообразили в Москве, да, еще есть прервусь, вот на заднем плане, желтое здание, это пединститут, а вообще это духовное семинарие. В ней, как это, Василий Иванович Беллавин, он же святейший патриарх Тихон, который святой учился. Так вот, дьяки были умны, а город беднел. И вот тогда назначают во Псков такого миссюря Мунехина. Может быть, его кто-то слышал, миссюр Мунехин, просто дьяк из Москвы, очень сообразительный, бывавший во Пскове, его настоящее имя Моисей, но он крестился в сознательном возрасте. И вот он, да, бывший иудей, еврей, принявший христианство, и он убеждает московские власти, как он смог, непонятно, что вот Псков можно оставить в покое, что Пскову можно разрешить торговать и стричь на этом купоны. Более того, во Пскове восстановлено местное судопроизводство. Это почти автономия. То есть дела общегосударственные и убийства – это все к Москве. А вот жульничество, мошенничество, воровство – это все восстанавливается у леченской демократии. И восстановили во Пскове даже уличанские вещи, что было совершенно невероятно. И вот Псков начинает буквально покрываться новыми храмами. При миссире Мунехине возродилась та архитектура, которая, казалось, уже прекратившейся. Это 1534 год. Чем этот храм еще интересен? Миссир Мунехин познакомился с оставшим только что настоятелем, еще не был настоятелем, был еще экономом в Пещерах, будущим святым Корнилием. Тот думает о том, как бы монастырь сделать более процветающим. Монастырь уже хорошо известен. Миссир говорит, ну и прекрасно. Вот у нас есть в Пскове приказ московский. Построили как раз это место в самом центре города. Давай-ка мы эту избу уберем и под богоугодное дело устроим подворье Пещерского монастыря. Подворье было устроено, эта церковь сохранилась в подворье. Чем она еще очень характерна? Здесь абсолютно все характерные детали псковской архитектуры, так сказать, имеют место быть. Правда, она немножко вросла в землю. То есть культурный слой здесь все-таки около двух метров. Церковь Николаса Усохи. И я не могу обойти вниманием. Вот еще что. Здесь был филиал архива, еще кое-что. Вот когда все выехало, и церковь приспособилась снова для служб, в барабане внутри явились тенеобразные силуэты святых и ангелов. И они там до сих пор присутствуют. Это удивительно, тем не менее. Давайте посмотрим. А, спасибо огромное. Да, да, да. Дранка или тез. Ну, дранка по-нашему, да. Крыжа деревянная. Деревянная, дранка. И она до... А там, а... Где? Внизу? Ну, внизу кровельным железом. А все купола дранкой. Все купола... И в Обскове всегда пользовались для куполов дранкой. Ну, это самое рациональное. Дешево стоит. Сколько угодно. Меняли, кстати, сказать, каждые пять лет. Что было незатруднительно. По тем временам. Ну, пришел в лес. Лесов, слава богу, у нас достаточно. Давайте следующее. Что у нас за церковь? Я уж не помню. Ой, чудесно, чудесно. Увеличьте, пожалуйста, ее. Это церковь Петра и Павла Сбуя. 1494 год. Если вот увеличите, посмотрите, под куполом целый венчик из поливной керамики. В Обскове делали керамические майоличные плитки. То же самое, что кафель. И стали в изобилии их в 15 веке использовать в декоре церквей. Появляются все больше и больше и больше таких вот памятников с израстовыми композициями. Как и Ярославль. Да, но Ярославль... Все это их. Они же приехали туда. Их же туда выслали. Их же туда выслали из Пскова. Вот и все. Конечно, они принесли. В Ярославль, между прочим, обратите внимание, 17 век. Вот расцвет по Волжье. Туда же выслали новгородцев, выслали псковичей. А эти старые города... Ну, давайте, давайте... Внутрь, внутрь. У нас есть внутри. Да. Это новый иконостас. Я с уважением к нему отношусь. Но какой есть, такой есть. К сожалению, да. Все хорошо. Церковь работает, слава Богу. Но обратите, пожалуйста, внимание. И здесь нет столпов. Вот то, что здесь нам кажется столпом, это стена, внизу немножко обтесанная, а там, где иконостас, за ним просто выступы стены, на которых иконостас лежит. То есть это характерно для всех псковских храмов. Это именно псковский архитектурный стиль. Что у нас следующее? Небольшие храмы есть еще? Да, да, да. Церковь святых бестеребрянников Козьмы и Демиана с Примостья. Хочу отметить, что в 90-е годы в ней помещалось предприятие, называлось гей-славяне. Я не знаю, так сказать, чем они занимались, но... Но... Да. Вот церковь... Да. Именно так. Гей-славяне. Мне очень нравилось. Справа огромная ризница. Ризница была увенчана когда-то звонницей. Это была богатейшая церковь, купеческая. Это 1435-1337 годы. К сожалению, в советское время звонницу срезали, а ризница осталась. В ризнице хранилась и казна уличанская. Вы не могли бы увеличить первые ворота? Вот так называемые псковские колонны, они тоже очень смешны. Это в действительности никакая ни колонна, ни пилон. Это всё складывается из известняка, а затем просто обтёсывается. И... Нет-нет, просто обтёсывается. Вначале вот такое. А потом вот обрезается и достигается такое относительное изящество. Сейчас в церкви идёт работа. Специально должен отметить, что в некоторых храмах, извините, что перескакиваю на день сегодняшний, есть очень хорошие, добрые, заботливые батюшки. Пускай вообще с этим всё в порядке. Очень милые донаторы, но специалистов немного. И вот в некоторых храмах я наблюдал кафель, такую плитку современную на полу. Я в одном месте даже сказал, вас не удивляет, что у вас пол вспучило. Он да, говорит, ну, коллеги вот с архитектуры как-то в истерику пришли, поправили это. Ну, нельзя. В древних храмах пол был тоже известняковый. Известняк дышит. Он приимает форму рельефа. Известняк на известняке. Всё нормально. А так, да. Давайте следующее. Мы как раз внутри этого храма видели известняковую кладку. Да, 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 да. Вот мы вошли в церковь Казима и Демиана с Примостья. Она ни разу не переделывалась полностью. Её, в принципе, переделать невозможно. Конечно, известняк достаточно нервный строительный материал. Но когда толщина несущей стены метр семьдесят сантиметров, тогда какой-то запас прочности всё-таки есть. Так что сапрамат здесь можно не учить. Следующий у нас. Да, да, да. Вот, вот. Тоже очень хороший вид. Чем, конечно, плохо, что её ещё не восстановили, зато можно посмотреть, из чего внутри состоит церковь. Она состоит из своих собственных стен и образованных ими пространств. И здесь, как ни странно, очень много света. Ещё одна особенность псковской архитектуры – окна растёсываются специальным образом, то есть потоки света имеют направление. Как правило, они попадают на фрески, которыми традиционно покрывались стены. Вот мы видели фрески в Спас-Преображенском соборе. И эти церкви были расписаны. Вероятно, не так здорово, как Спас-Преображенский собор. Возникает удивительный эффект. Во время богослужения фрески, лейки видны, а люди так особенно незаметны. То есть в храме человек находится именно со святыми. Ну, впрочем, может быть, да-да-да-да-да. Ой, да ничего, это успение с полонища. Да. Итак, перед нами главный храм Псковской земли. Храм Живоначальной Троицы. У меня есть ещё времени хоть сколько? Да, есть. А, слава Богу. Храм Живоначальной Троицы. И здесь необходимо, так сказать, предпослать его историю. Первая церковь на этом месте строится святой равноапостольной княгиней Ольгой. Это тысяча, не тысяча даже, а просто 957-й год. Сколько она простояла, точно сказать невозможно, но если верить преданию, то следующая церковь была, может быть, построена Судиславом, первым псковским князем, а может быть, он только отремонтировал Ольгину церковь. Во всяком случае, святой Всеволод Гавриил Псковский изображается с собором в руках. Вы не могли бы найти икону Всеволод Гавриил Псковский. Извините. Прошу прощения, нахр. Извините, ради бога, это атовизм тех ужасных простуд, которые нас беспокоят каждую осень. У него в руках храм. Да-да-да, вот он, Всеволод Гавриил Псковский. Тот самый князь, который во Пскове вокняжился, принято считать, что он построил первый каменный троицкий собор. Сразу же скажу, что Всеволод Гавриил Псковский действительно собор во Пскове построил, но первый каменный собор был сооружен в 1172 году, а Всеволод Гавриил скончался все-таки в 1139. Поэтому не он его построил, скорее всего, он как раз Ольгин собор полностью заменил новым. По датам очень подходит собору деревянному. Все-таки было уже 160-170 лет, и была пора храм возвести. Кстати сказать, меч Всеволод Гавриила, чьи нетленные мощи до сих пор хранятся в Троицком соборе, сейчас в Паганкиных палатах, в главном музее Пскова. Причем этот меч трофейный. Он был взят с бою, и на клинке, не на клинке, а на рукоятке, интересная надпись «Хонорум меум, нихелем дотум, чести моей никому не отдам». То есть меч латинской работы. Ну, не обязательно, он в Риме сделан где-то в Европе. Так вот, следующий собор строится в 1170-е годы, но это еще не этот собор. Откройте, пожалуйста, общий вид собора пока есть. Вот, он простоял очень долго. Именно этот собор, предыдущий, чуть не разрушил Иван Грозный. Он въехал во Псков, он был в страшном гневе, и тут перед ним явился Никола Салас. Салас, значит, юродивый. Иван хотел карать Псков за некую крамолу, но никакой крамолы не было, кроме психического заболевания самого царя. Никола Салас стал пихать Ивану кусок сырого мяса и говорил, Ивашка, Ивашка, поешь-ка без ста. Иван в ужасе отстранился, я христианин, в пост мяса не ем. Мяса не ешь, а пьешь кровь человеческую, говорит ему святой. Иван в ужасе входит в собор, слушает службу, однако вышел из собора и приказал снять тройские колокола. Тут перед ним является Никола Салас, грозит ему посохом и под Иваном падает его любимый конь. Бросились ловить святого, и святой стал невидим. В ужасе Иван покинул Псков и того бесчинства, что учнил в Новгороде, здесь не допустил. Собор продолжал ветшать. В смутное время он еще более испортился, и вот, наконец, в 1660-е годы собрали средства и начали этот храм возбудить. Не могли бы вы увеличить, собственно, собор? Господа, Троицкий собор Пскова – это не просто памятник древнерусской архитектуры. Он еще и поражает своим совершенством. Он закончен в 1699 году. В 1704 году, как вы помните, было запрещено без специального распоряжения строить по России каменные здания. Нужно было строить Петербург. Да. То есть, это кульминация древнерусской архитектуры. Вот учились, 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 и выучились. Наконец-то. И тут Петровские реформы. Поистине в государях спесь цемодержавья, пламя революции в царях. Петровские реформы привели к появлению Петергофа, царского села. Но, если бы их не было, расцвет все равно был бы. Весь 17 век был дорогой к расцвету. Вот это одна из высших точек развития древнерусской архитектуры. Некоторые пишут, что 17 век – кризис, никакого кризиса не было. Наоборот, вот все, все шло, и, ну вот, как получилось, так получилось. То есть собор состоит из двух храмов. Там внизу есть церковь пещерная, там мощи святых Всеволода Гавриила, Николая Саласа, и, конечно, святого Давмонта Тимофея Псковского. А главный храм, в него можно подняться по большой лестнице, и сейчас мы в нем побываем. Тут в первую очередь привлекает внимание иконостас, созданный мастерами оружейной палаты. Я хотел бы попросить, нельзя ли иконостас Псков-Троица, иконостас местный чин. Вот начало XVIII века на Руси, это попытка рисовать, как рисуют европейцы, у нас появляются первые европейские художники Аргунов, Матвеев, ну, Роктов, ничего, Никитин, ну, в общем, Вишняков. Ну, в общем, с Веласкесом их не сравнить, с Пуссеном никак не сравнить, это понятно, это всего лишь учеба. А вот мастера наши XVII века сравнимы. Да, 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 да. Пожалуйста. И давайте отдельные иконы, да, Богородицу, слева от царских врат. А может быть отдельные иконы есть? А, ну, хорошо. Вот слева Иоанна Предсеевича. Так вот, а вот в 17 веке мастера оружейной палаты, некоторые, Симон Ушаков, а, гениально, напишите, Симон Ушаков, Троица. Симон Ушаков, Никита Павловец, Перидон Холмогорец, вот они пишут на том же уровне, на котором пишут Веласкис, Пуссен, но у них другая система координат, да, другой язык. И вот это была очень интересная практика, вот это Симон Ушаков. Иконостас в Обскове огромный, многоярусный, создан как раз мастерами оружейной палаты. Это были так называемые кормовые мастера. Я не говорю, что это лучше, чем в Европе, я говорю, что это хуже, чем в Европе. Это Филарет придумал, надо сказать, патриарх, ведь иконописец, он кто такой? Он ремесленник, чем больше намалюет, тем больше денег получит. И Филарет приказывает самых лучших иконописцев со всей Руси, да, можно иконостас снова открыть, со всей Руси собрать, и пускай будут в Москве, пускай главные храмы мастерят. Вот здесь прекрасно, вот видите, справа Пантократора, следующая икона, Троица. Это вот все школа Симона Ушакова. А почему они кормовые? Потому что им корм дается, чедрот государства. Ну и можно писать хорошо. Вот у Симона Ушакова, лучшего художника, были собственные каменные палаты, и мастерские свои были, и мастерская свои, подмастерья свои были. 17-й, 17-й, да. Вот он умер в 80-е годы. И вот создаются такие потрясающие композиции. Здесь и местный чин, и праздничный чин – это как раз школа кормовых мастеров. То есть соперничали Псков и Новгород, и во Пскове самый древний русский храм – София. А здесь один из самых последних древний русских храмов. По мне, так все-таки в Астрахани главный собор, в Спенске, по-моему, он все-таки еще относится к древнерусским, но уже не в чистом виде. Там есть Петровские инвенции, а здесь никаких инвенций нет. И Троица – уже четырехстолбный московский храм. И вместе с тем в Троице существует и Псковская кладка, и Псковская поливная керамика. Одна беда. А вот не могли бы вы открыть большую фотографию, где весь иконостас? Беда связана с некоторой… Ага, оно здесь есть, как говорят в деревне. О, вытяжка. Дело в том, что Троицу… Вот, кстати, отличная фотография, да. Троицу, естественно, отапливали, естественно, дровами. Там была тяга. А сейчас там богослужение, паровое отопление, тяги нет. И иконы – вот это, вот это. Плесень. Плесень. Пришлось композицию ввести вытяжку. Это, может быть, не очень поэтично, такая же, как в столовой вытяжке, но так стало лучше. Ну, вообще говоря, один батюшка мне так шепотом сказал, может, мы еще и не достойны этого чуда. Кто знает. Вот мы чуть-чуть попутешествовали по Пскову. Если бы мы заглянули на другие объекты, наберите, пожалуйста, палаты подзноевых. А, в начале подзноевых. А, ой, спасибо, спасибо. Вот чуть-чуть не забыл. Так вот, Троица – это кульминация древнерусской архитектуры, это восторг, это памятник, безусловно, мирового значения. Но Псков неожиданно становится глубинкой после Северной войны. Мы присоединили Ригу, мы присоединили Ревель, и очень многие псковские купцы, особенно первых-вторых гильзий, переместились в эти города, что, в общем, вполне естественно. Как Новгород не смог после Северной войны расцвести, вроде открыли путь из варяг греки, пожалуйста, торгуйте, но на этом пути стоит наш город теперь, и все остается в Петербурге. Так и Псков теперь всех своих самых активных граждан может встретить в европейских портовых городах, в Прибалтике, потому что там Россия, сам Псков начинает постепенно превращаться в провинцию. Вот перед нами очень характерный памятник начала XIX века. Здесь стоял древний-древний храм. Это окрестность древнего Пскова, полонище, так называется это место, между стенами XV и XIV веков. Там селили людей, которые были освобождены от полона, из полона, из плена в ливонских землях, то есть там были православные, их освобождали. Они могли уйти домой, но многим же было некуда идти. И вот они селились вокруг Пскова. Если они обзаводились хозяйством, через 15 лет они становились полноправными псковичами, получали векчевое право и так далее, и так далее. Поэтому вокруг Пскова был окольный или полонный город. Затем полонные города закрывались снова крепостными стенами. Вот это перед последней крепостной стеной. Здесь была церковь, построенная еще в конце XV века. Она обветшала, и местные жители решили все-таки, что нужно им построить храм. И губернатор Деракс, который с Пушкиным общался, дал денег. И вызвали архитектора из Петербурга. И к радости всех псковичей большому ликованию построили такую церковь. Она вообще очень хорошая. Она уютная, она чудесная. А псковичи радовались, и псковская газета одна писала, что теперь у нас такой же храм, как в Петербурге. Это, конечно, очень мило. Но вот этот храм, он просто очень милый. Милый, правильно? Похоже, похоже. Ну, конечно. Но ничего оригинального здесь нет. Вот такой древний Псков. А вот палаты, вот палату купцов Подзнойвых. А вот дальше палату купцов Паганкиных. Посмотрите, целая древнерусская улица. Вот дальше уже модерн. Это очень странные сооружения. Писали в разных книжках, что они связаны, вообще псковское каменное изучество связано с Западом. Никоим образом. Псковское каменное изучество существует постольку, поскольку во Пскове очень много камня. Вот там подальше Паганкиной палаты, у них свинцовая крыша. Ну, кстати сказать, купцы Паганкины и купцы Яковлева и Меньшиковы были главными производителями спиртного во Пскове. Царевы кабаки были в их откупе, а это всегда приносило доход. Что же касается палат Подзнойвых, здесь крыши черепичные. Это, конечно, находится за пределами исторической правды. Нет, то зодчество, которое перед нами, конечно, выходит из традиционного псковского культового зодчества. Мы коснулись небольшой части псковских верквей. Мы могли бы поговорить о Старом Вознесении, об Анастасии Римлянке, об Илье Мокром и о других удивительных памятниках. И с каждым связано несколько историй, и каждый по-своему красив и неповторим. Хотя не сразу можно научиться различать их в лицо, но, в общем, это несложно. Так что это столица удивительной земли, а по отдельным провинциям этой земли и в следующий раз прогуляемся. Да, псковский иконописный стиль совершенно особый, совершенно ни на что не похожий. Вот я очень люблю псковскую архитектуру. Иконописи я вообще больше люблю, герославскую. Но, да, псковская такая уж очень, да, суровая, грозная, грозная, но она очень ценная. Я думаю, что псковская иконопись связана тоже с фресками Спаса Преображенского монастыря. Там сейчас, кстати сказать, живут иконописцы в монастыре, монахи и иконописцы. Ну, там непростые отношения среди этих художников. Ну, что ж, очень приятно мне было поговорить о Пскове.